Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, у студии працуя Наталья Игнатенко. Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, у студии працуя Наталья Игнатенко, у студии працуя Наталья Игнатенко. 47 из них предприемства выкарыстовывает другасно. У вуголи работы по минимизации узденья на новокольное сародзе тут займаются сурьезно. Головная проблема – фосфогипс. И он складает 95% водогольной колькости от выхода у предприемства. У год у вынику вытворчасти фосфорной кислоты утварается каля 700 тысяч тонн гэта гарэчева. Каля 13% от гэтой колькости выкарыстовывают при вытворчасти удобрэнню. Остатние отправляют на захаванне. На пляцовках для завода знаходится приклад на 20 миллионов тонн фосфогипса. У свете иснуя каля 70 технологий перапрацовки гэта гарэчева. Наднак не усеяны падыходыць по экономичных ци экологичных меркаваннях. Самый перспективный напрамок выкарыстанья фосфогипса у будавнейшей галине. Мы стараемся разработать ту технологию, которая бы позволила получить заменитель гипсового камня для производства цемента нашими цементными заводами в качестве регулятора срока схватывания цемента. В данном направлении мы разработали технологию. Мы уже согласовали эту технологию с производителями цемента. И надеемся, что через пару лет сможем выйти на производство заменителя гипсового вяжущего, для того, чтобы использовать его вместо гипса, который закупается за валюту нашими предприятиями. Дарайши пробную парту заменника природного гипсового каменя на заводе плануется термать у 2018 года. Максим Савин, Яуген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Молодые каштаны в худшем часе могут з'явиться на улицах Гомеля и зеленых зонах. На предприемстве «Червоных гвоздик» заклали плантацию этих древ. Она наличивает 4000 саджанцев. Об этом поведомили подчас круглого стола по пытаниях доброго парадкования и озеленения областного центра, який отбылся сегодня у Гарвы-Канкаме. Работники предприемства працуют над тем, как повысить устойливость каштанов до экологичных умов, которые склались в городе. До высадки саджанцы будут готовы, а прикладно про 7 годов. Так само в худшем часе на улицах областного центра могут з'явиться туи и ядловец. Зараз большаясь новых древ, клёны, липы и вербы. Дарайши, в этом году каждый район поспробует сдевить гамельчан новыми рашениями у озеленения. Пакуль сакрытов не раскрывают. Ишла говорка так само подчас круглого стола и образветив уличнодорожной сетки. Один из максимумов проектов на 2017 год – реконструкция в улице Волотовской. В прошлом году завершена капитальная ремонт с расширением улицы Подгорной. Продолжением улицы Подгорной является улица Волотовская на участке от речного порта до улицы Советской. Вот в два этапа рассматриваться, продолжить это, потому что эта часть хорошо сделала. Едем Мазурова, поворачиваем на Подгорную и опять нужно, чтобы выехать на Советскую, этот проект ожидается. Першая стартап-школа открыться у Гомельской области на базе Белорусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. Стартап-школа «Гомель» – некоммерцийный проект. Его мета – да помогчи жадающим реализовать креативную бизнес-идею и запустить уласный проект. Подобные школы уже есть у Минску, Бресте, Витебску и Гродне. Популярность стартап-школ заключается у тем, что спикерами и консультантами у них выступают поспеховые бизнесмены. Гэтая люди готовы на практице продемонстровать свои напрацовки. Усе занятки стартап-школы организуются Центром бизнес-эдукации Белорусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией в партнерстве с громадским объединением «Товарыство саденничание инновацийному бизнесу». Удельников проекта будут научать будовать бизнес с нуля. Головная задача – подтримать активных молодых людей. Открытце стартап-школы «Гомель» заплановано на 8 лютого. Занятки начнутся с интенсивного курса. Зарегистроваться и знайсти додатковую информацию можно на сайте, назвуя кого вы зараз бачите на своим экране. Одно из мероприятий – это так называемый МИК-знакомство, которое предполагает организацию площадки по коммуникациям, где можно просто встретиться, пообщаться, познакомиться, то есть, по сути, развивать то сообщество, которое в дальнейшем и будет потребителем твоих услуг, либо будут, возможно, партнерами, либо конкурентами, либо контрагентами. То есть, по сути, это площадка. Также мы планируем запускать в осенние и весенние периоды с интенсив, то есть, интенсив по проектированию и запуску своего бизнеса, в рамках которого конкретно уже будет идти обучение, что сделать, как сделать. На Гомельщине протягивается проведение областного этапа Республиканской Олимпиады по школьных предметах, что год и он сбирая интеллектуальных, творчих и метанакерованных подлетков с усих кутков региона. Сегодня на Гомельщине отбылось экспериментальное олимпиадное выпробование. Наши корреспонденты сочели за тем, как лучшее у своих дисциплинах наученцы агульно-аддукационных школ, лицеев и гимназий расшали это непростое интеллектуальное задание. Все это областный этап Республиканской Олимпиады по школьных предметах проходит одразу на 11-ти пляцовках Гомеля и Жлобина. Свои веды по 17-ти школьных дисциплинах демонструют 1200 наученцев 9-11 классов. Каля 400 из них представляют Гомель. Основные пляцовки для проведения предметных олимпиад, установы правтых, адукации, меж тем практичные туры так само проходят на базе гимназий и высшейших научальных установ. Так, экспериментальные олимпиадные выпробования по биологии и химии разгорнулись на базе Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. У каждого удельника интеллектуального споборництва на працанном месте отповедная его дисциплине и классу задания и необходная для эксперимента в обсталявании. У аудиторых панует тишиня, атмосфера сконцентрованности, бо для поспехового выступления, кроме ведов и кемливости, треба сдолись переморчить свое внутреннее хвалявание. Школьники сейчас переживают, вы видели, как они думают только о своих заданиях. Самое главное, вы знаете, не столько даже, может, что школьник знает много, а вот из этого много выбрать то, что необходимо именно в данной задаче. Иногда мы нервничаем, иногда из-за этого состояния ребята не могут точно ответить на то, что им надо. А тем часом у стеной гимназии номер 56 города Гомеля по доброй традиции проходили экспериментальные олимпиадные выпробования по физице. У каждой взрослой параллели 9-11 классов подвес свои задачи и необходные обсталявания. Члены жюри заполнивают задания, складенные у рамка школьной программы, однако, обзимы справиться, треба быть особливо пильными и одновить у памяти увесь выученный материал. Это разные задачи, все интересные, во всех есть над чем подумать, но удивительным образом все решаемые. И школьного уровня достаточно, но это должен быть очень хороший школьный уровень. Надо знать все и не по верхам, а надо знать глубоко. Поэтому, конечно, олимпиадники готовятся и сверх того, что они изучают на уроках. У целом у состав жюри областного этапа Республиканской олимпиады по школьных предметах укручено амаль 140 человек. Это представники практически всех высшейших научных установ региона. Новопытные доценты, выкладчики, аспиранты, новостуденты, которые сами в недавнем минулом заявлялись удельниками таких интеллектуальных споборництвов. Например, переможцы областных, республиканских и международных туров олимпиады Антон Шамына и Антон Толкачоу. Зараз они отримывают эдукацию в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны и выходят в состав жюри по физице. Как и все остальные, это люди, которые называют все, да и отданы олимпиадному руху. Это толчок к развитию творческого мышления. После олимпиадных задач возможно решать задачи практически любого уровня с нестандартным подходом. Это может пригодиться же не только в физике, в любых других науках даже в жизни. Вот так же воспитывается и целеустремленность, настойчивость, упорство в достижении своих целей. Олимпиадное движение в школе дает очень хорошую базу для дальнейшего обучения. Ну, к примеру, если вы олимпиадник хорошего уровня, областного, республиканского уровня, вам на сборах дают такое обширное знание, что затем в университете вы знаете довольно много предметов, и большинство знаний вы уже получили от этих преподавателей, и вам рассказывают только некоторые тонкости. Сумарные выники теоретичных и практичных туров олимпиады будут подведены в ближайший час. На наибольших массовых пряцовках церемоний закрития с поборництва запланованы на 13-го студеня. Меж тем, переможцам областного этапа олимпиады, которые войдут в сборную команду Гомельской области, доход подшивать не придется. У худшим часу их почнется не меньше отказный и напруженный житевый этап под рыхтока до республиканского финала. Вероника Ворошилина, Яугин Макенко, телерадио «Компания Гомель». Коллекция работ молодых гомельских мостаков Кирилла Михаленки и Алексея Дворочкина представлена на выставе областным громадско-культурным центры. Завтра познайомились наши корреспонденты. Симбийоз – взаимодействие двух разных организмов. Так авторы и организаторы назвали злияние, абстракции и реализму в рамках одной выставы. Традиционно такие напрямки презентуют по особку, но в этом проекте они дополняют один-одного и показывают шматгранность мостатства. Персональные выставы молодых мостаков – редкая практика, и тем не менее презентация отрималась масштабной. У нас в целом в стране люди с потенциалом, скажем так. Вот в ребятах увидел потенциал, ну не важно, что они с коледжа. Я на это внимание не обращаю. В первую очередь мне важно, что человек творит, посмотреть на его результат. Понравились работы, живопись современная, скажем так. Он ищет в поисках, но к чему-то в будущем придет, потому что я верю, что у этих ребят есть потенциал. Кирилл Михаленко родом с Рэйшицы, малюя с самого дятинства и зарослужится на третьем курсе Гомельского мостатского колледжа. На выставе он презентует больше за 20 свежих работ, пишет о экспрессионизме и авангардизме. Я начинающий художник, больше привлекает абстракцию, авангард, экспрессионизм в таком стиле. Яркие работы, яркие цвета, яркое все. В каждой работе я хочу показать что-то новое. Нету такого конкретного, что хочется поддерживать одного и одного. В каждой работе я что-то делаю новое, новое, новое. Создаю что-то неповторимое хочется. Нету такого определенного, чему-то хочется поднимиться. Но хочется что-то новому. Алексей Дворожкин так само учится у Гомельского мостатского колледжа и занимается живописом каля пяти годов. Прихильник классичной формы, выявленшего мостатства, пишет у реалистичной манеры. Сирот работ молодого мостака, портреты, пейзажи, жанровые композиции. Я не считаю, что в искусстве нужно четко разделять, оставить какие-то бирки. То есть в искусстве должно быть два понятия. Либо это красиво, либо это некрасиво. И не важно, абстрактно это или реалистично. То есть это, наверное, главный посыл нашей выставки на сегодня. Ну и название из этого само по себе вытекло. То есть симбиоз, как соединение, как смешение стилей без остатка. Эта выстава – дебют начинающих мостаков и планы на будущее не амбицийные. Свою творчость я не мараць представить не только в городах Беларуси, а Ле и России. Ганна Каральшук, Дмитрий Котов, Александр Харлампов. Телерадиокомпания «Гомель». И об спорте. Гомельчанка Вольга Силкина завоевала медаль открытого Кубка Беларуси по сучасным пятиборги. Турнир проходит у Минску. Вольга Силкина заняла третье место на споборництвах «Сяроджанчин». Перемогла лидер белорусской сборной Настасья Прокопенко. Сребр завоевала Татьяна Халдоба. Мужчины вызначать переможца у сёння. И на приконцы выпуска про надворье. Температура поветра сёння ночью в складе от 7 до 9 градусов со знаком «минус». На большей части территории в области снег, на особных участках дорог «Гололёдица». Завтра ранится и махчим и слабый туман. Температура днём минус 1,6, вечерами ночью до минус 10. Ветер пауднёвый 5-10 метров за секунду. У пятницу на большей части территории в области чекается короткочасовый мокрый снег. У особных районах «Мятелица», на дорогах «Гололёдица». Слупок термометра покажа ночью до минус 6, а днём до плюс 2. Подобный характер надворье захавается и в субботу. По прогнозах синоптыка, у температура поветра не изменится. Опадки у выгляде мокрого снегу протягнуть и стим. Выглядели информационный выпуск телерадио компании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы с очим с разведцем падзи у Гомель и в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин